Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение партии в Сидмерс Цивилизейшн 5, в которой я играю за Швецию. Если вы смотрите эту игру не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо легко находится в описании к видео. Всегда интереснее смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного просмотра. Вау! Мама! Гагэ! Что? Все? Столица захвачена? Да. Найс! Прямой вход на столицу. Ему обходить не пришлось. Ну че. Как захватил он столицу? Ну стелсами. Ты белый юнит. Так у тебя же тоже были стелсы. У него больше. И прокачивание. Афтократские стелсы подкладываются. Там вообще разнос такой. Ну да, они просто меня укатали. Ну а можешь сконцентрироваться на остальных теперь. Не, спасибо. Ты будешь страдать по полной. В смысле? В смысле? Да, он уже проиграл. Пострадать? Хватит ему. Че ты? Не, ну а если ты хочешь, ты сейчас можешь тимпоить. Можешь играть на мою победу, тогда я тебя оставляю. А зачем мне тебя оставлять, чтобы не галил потенцирую просто так. Спасибо. Не буду тебя ограбить уже. Я щас выйду скоро. Золото. Аграда нельзя передавать, да? Нет. Так, ну думаю, я теперь могу уже тебе, американец, войну объявить, да? Ты не расстроишься? Да, забирай. Мирикос, так че, ты выйдешь или будешь играть на мою победу, или будешь ты постоянно сопротивляться? Какой из вариантов выйдет? Не, я выйду. Можем замириться, я не буду себя атаковать уже. Да нет, просто так замириться с твою смой метр. Или ты выплыешь или ты играешь на мою победу, или я тебя не тушу. Три варианта. Ну, я типа чуть-чуть посмотреть хотел, что будет дальше. Можешь атаковать меня, мне пофиг. Нет, ну так а че ты не хочешь согласиться играть на мою победу? Ты имеешь на мою победу, и ты имеешь на мою победу. Ты будешь сидеть, я тянет логан. А зачем ему это? А когда сидеть до конца игры и получить место повыше возможно. А мне все равно. Немец, а ты мир заключить не хочешь теперь? Я тебе могу вот эти 3x кома, которые на твоей территории, я могу тебе их подарить. Хочешь? Давай, давай, хочу. А то я тут че-то напугался сильно. Все, пятого лучаного не куплю. Теперь. А мог бы. Я не могу. Нет, я не могу. Ну, Кельтон, скажи, положа руку на сердце, если бы я сейчас улетал. Ты бы на меня нападал бы? Если бы я не понял, то, конечно, нападал бы. Ну, так зачем ты тогда вот это вот спрашиваешь? Зачем я нападаю на автократа? А че ты уверен, что ты бы улетал, а не в свет? У него на много больше шансов было. Ну, потому что науки больше у американца было, ну, ты понимаешь, он, 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 он свободовец, у него сидят спецы по этим, у него больше науки, а вот спецов идет, у него каждый спец 5 науки дает. Слушай, у меня дофига веры было, я вот 4 этих купил за езер. Ну, немец, я думаю, сейчас время уже порядок продвигать, нет? Не знаю. Зачем? Зачем? Продолжение следует... 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 Вот, блин. А я и забыл. Сюда надо караван отправить. Чтобы универ построился. 15 ходов. А сколько? Вот так вот игры и проигрываются. Два хода. Сектоны в Хельсинки. А есть у меня какой-то караван, который может бегать в... Упс, да, да, отлично, отлично. Надо, чтобы тут варвары не появились. Упс. 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 Интересно, а куда сейчас что-то шведы делать? Да, куда-то сквозь пальцы. Надо еще следить, что там как-то случайно не вымывало. Случайно? С дипломатической. Ну ты посмотри, я же даже не знаю, сколько там ГГшек не мои. Не, ну так я и говорю случайно, там как-то оказывается... У всех она стопудово стоит за один ход до завершения. Но у меня нет. Да ладно. И у меня не стоит. Я просто ее закончил уже. Сколько ее можно один ход держать? Так что, немец, не будем что-то делать? Ну я тебе могу через девять ходов помочь. Через день? Вы что, на прошлом замерились? Ну или на позапрошлом, но в общем где-то... Слушайте, а я ходить не могу, вы переведите кто-нибудь, пожалуйста. Не надейся, что я заберу место, чтобы помочь. Ну, немец помочь не может, он только со мной мир заключил. Деньгами? Ну я понимаю, что не может, поэтому пускай тут деньги я ими не даю. Ну деньги давай тебе дам. Ты с кома можешь мне кидать, я к тебе их высажу. Не бойся, она тебя не останется. Я всех понимаю. Не, ну это будет немного нечестно. Типа, тогда ты легко и меня убьешь, у меня шансы не останется. Надо как-то, ну... Каких раз ты можешь играть на свою победу? Он сейчас улетит, ты не понимаешь? Ну если я все тебе отдам, я сыграю чисто на твою победу. Давайте дам золото и несколько XCOM, но не все. Кажется, если он улетит передать, я ничего не буду просить. Просто твое решение. Они решают меня пилить, представляете? Алюминия у меня, кстати, вот четыре штуки открыты. Ты мог вообще мне ничего не давать, просто пошел бы и сам... Ну он бы захватил мне Гамбург тогда. А он бы ничего не захватил бы, я помог. Ему невыгодно с тобой в войну ввязываться, чтоб тебя потом в спину ударил. Ну а чё ты ничего мне не сказал? Ну это и так понятно. Ты чё, телепатией не обладаешь, Притчер? Всё понятно. Ну Лёша, конечно, я по-хитрому сделал, конечно. Просто ядерки никто не может скинуть, а мне ещё как-то не далеко очень. Подожди, что я по-хитрому сделал? Я договаривался с людьми, так никто не хочет, чтоб на него скинул. Перс, блин, мы тут так близко друг от друга, что никому не хочется, чтоб на него скидывали ядерки. Тут тупо... Я думаю, что мы бы все вчетвером друг на друга поскидывали ядерки и всё. Ну это реально, это по кругу бы просто прошло. Ну это реально, это по кругу бы просто прошло. Давай, сейчас тебе уже надо нападать. Давай, следующий чехол нападай. Просто этим я уже не могу на чехол высаживаться и ничего делать. Ну, с телсами стрелять можешь. У меня тут столько, я пока аркачки не даю, пока их покупаю. Не успевали. Я не понимаю, зачем тебе кельт реально на меня нападать, если будет улетать немец. Вот в чём идея? Ты выключаешь меня против немца, ты не успеешь на него напасть. Успею, я там всё. Вот в этом прикол. Притом, что, понимаешь, если бы вы вдвоём нападали, но он же со мной мир заключил. То есть, идея немца в том, что мы будем с тобой воевать. Всё время как он будет в это время улетать. Не, Лёша, он мне алюминий отдал. И что? Так ему и не нужен алюминий. Он спокойно может улетать. Он строит сейчас мусорные заводы и улетает. У меня там сидят его шпи... Потому что... Я конкретно смотрю по техам. У нас одинаково и он и я вышел в стелсах. Как? Потому что я с ним одинаково по нам. Куда он улетит? Ну а насколько я впереди? Он в стелсах, он в экскомах. Точно так же, как и я. Насколько тех я впереди? Ты на две техи. Отлично. Две техи. Две техи. Ты нападаешь на меня. В это время немец эти две техи догоняет. При том, что он в Гамбурге уже строит Аполло. Ему осталось один ход. Нет, два хода. Ну, сейчас вот один уже ход. Один ход ему осталось. В Гамбурге один ход. Ну, так ты сейчас сжигаешь Оксфорд, берешь последнюю теху, инженерируешь детали и улетаешь. Только проблема в том, что я не первый по производству и даже не второй. По производству первые… Зачем тебе по производству инженерами ускоряешь и все? Одну теху, одну деталь. Я построил что, я уже пять деталей построил? Четыре, три, две, одну. Я только прошлым ходом закончил Аполлон. То есть я только сейчас начал строить детали. Первым построить детали немец, кельт. Вот в этом проблема. Открой производство, посмотри. Ты, кельт, на втором месте по производству, правильно? Мне, чтобы улететь, еще пять тех как минимум надо, где я их возьму. Да, и вы от меня остаете на две техи. Если мы будем с кельтом воевать, то немец улетает, ты не успеешь забрать меня и забрать его. У меня. Успеет он и меня, и тебя забрать. Ну смотри, кельт, я тебе вводную информацию дал. А, хорошо. А ты предлагаешь сначала на того, у кого умеют уже науки, да? Логично сначала столкнуть тебя. Я тебе просто объясняю, что ты не успеешь захватить меня, улетит немец. Мне кажется, что тебе стоит пробовать красть техи у нас и своим производством. Ты второй по производству, я только третий. То есть ты вполне можешь раньше меня построить. Понимаешь? Да, да. Красивая история. Очень интересно. Послушай. Ну, не удалось убедить. О, генерал. Так, ведь мне не туда отошел. А как он тут видит? Интересно. Да, жаль, не дадут мне тут выиграть. Что, конечно, печально. Ну, немец, немец улетит. Кельт даже не построил наушники. Слушай, мельец бы видать ради Хонконг идите. А. Слушай, мельец бы видать. Кельт даже не сверху. 7 ходов но очень долго строится к сожалению 7 ходов это реально долго честно хотя бы две детали успел построить до того как меня захватит кельт а кельт меня захватит он автократ просто без вариантов к сожалению а а а а еще несчастье куча о перс построил сейчас перс вам всем ядерный апокалиптец устроит как минимум перс я в те верю еще 20 подождите я с удовольствием подожди так пошла высадка и и Минус, и алюминий, и шмейн где у него, пока тебе нечего делать, не играть. Но ниже Хельсинки. Да, захватит меня тут. Ну, я честно говоря не думал, что американец не захватит Кельта, вот в чем проблема. Я думал, что американец захватит его. Кельт смог отбиться, выйти в стелсы. Ну, я думаю, что Кельт после захвата меня сразу захватит немца. Немец не отобьется. Или что, добить что-то? Нет, немец вернул себе 4 алюминия. 4, да, немец? 25. Блин. Сейчас у меня стелс-бомберы прекратят свою работу. Знаешь, немец, у меня такое ощущение, что ты сглупил. По поводу, ну, да. Меня Кельт берет, ну, за ход или за два. Я не очень понимаю, чего ты ожидаешь тогда. Ну, у меня в любом случае так больше шансов, чем если бы тебя никто не трогал. Ну, да, тут, конечно, прав немец. Ну, мы могли вдвоем на Кельта нападать, например. Не знаю, зачем ты на меня напал. Я как бы из расчета этого давал тебе... Ну, я думал, что я попробую тебя забрать. Не смог забрать, ну, что сделать. Ну, попробовал. Я же замерился сразу. Из-за этого проиграл игру. Так я же... Так, слушай, я тебе чем-то помешал. Конечно, я ученый сжег в бесполезные вещи. Ну, знаешь что, сидеть просто, развиваться, это тоже не дело. Сжег в бесполезные вещи. Дальше можно вот сейчас на Кельта было бы нападать. Ты же сидишь, ждешь, когда он меня заберет. Ну, летит он все детали, но его нет. Просто и все. То есть его буквально на два охота оставь, он инженент и улетает. У меня нету ни одной детали. Я не улетаю, это с крестью, да, Кельт выиграет. Не, я же шведом, а еще немцы не знаю. Не, не, Кельт, скорее всего. Если ты сейчас меня забираешь за два хода, а потом немца, то ты победил. Я не думаю, что у немца там тоже куча деталей. Ну как, у него два инженера уже есть, они у него есть, в принципе. Но это не хватит на все детали. Ну, в общем, у меня тут последняя возможность, чтобы Кельт у меня заберет Мерстолицу. И чтобы он быстрее переключился на немца. И только тогда возможность достроить детали и улететь. А так вообще, в общем, не повезло мне с расположением в том плане, что я просто между всеми. И все... И вот Кельт поэтому на меня это нападал. Да, не хватило. Не могу строить детали, потому что не хватает алюминия. Все, науке у меня тоже не хватит выйти в эту теху, к сожалению. У немца инженер в Гамбурге и инженер в Берлине. То есть, как минимум, два инженера я вижу. Я бы на твоем месте уже сразу на него начинал нападать. Иначе он победит. Так, а кстати, построил ли немец... Да, и немец, кстати, уже программу Аполлон построил. Да. Да. Ты что, с тобой, бери воина? Немец, ты молодец. Ну, блин, что-то ты слишком быстро его убил. Я думал, он хотя бы пару ходов продержится. Не, ну слушай, у него оказывается дохера стелсов. Ты ему, видимо, еще алюминий дал. Ну да, лучше забрал маш с ПДФС. Ты понимаешь, что как бы у него там двойная там что-то там, знаете, стратегические ресурсы? А оно вроде на покупные же не действует или действует. Ну, у тебя свой алюминий вот около Ифи. Это как минимум там... Я не знаю, конечно, у тебя сколько стелсов, но он просто расфигачил все мои хоумы стелсами, а потом тупо высадился и забрал города. У меня просто это долетает, нахрен мне надо. Я прошел с собой, потому что ты замерился, потому что я этого хотел, а сам. Ты меня бездэш поймал. Я ничего не понял, что ты сказал. Ну, блин... Ты первый вообще на меня напал, лол. Ну, блин, мне надо было... Слушай, ну чувак захватывает одного, да? Мне надо было попробовать тебя захватить. Что значит, напал первый, не первый? И меня не получилось тебя захватить, я с тобой мир закончил. Ну, чувак, у тебя было четыре стелса. Чем ты собирался захватывать города 170 защиты? Ну, потому что ты еще не выходил никуда. Откуда я сказал, что ты выйдешь сейчас? Ну, блин, ну, у меня было четыре... А, да, тьфу ты, мне этот... Кстати, мне Лилуш жопу сделал. Он отъел у меня алюминий в этом вифе. Именно в тот момент, когда я пытался на тебя нападать. И мне не хватило алюминия для по всех моих бомберов в стелсе. Да, точно. Вот, это, кстати, из-за него было еще. Ну, как бы тебе в плюс. Ну, смотри, я тебя не забрал. Я тебе никаких особых проблем не сделал. Заключили мир. Пошли дальше. Нет? Вот, пожалуйста. Ну, с остальными немцами это тоже не красиво. То есть дает мне алюминий и тут же нарушает условия нашего договора, являя мирами. В чем тогда смысл? Ну, а раньше тогда думаешь, если ты считал, что это неправильно. Так это как-то совсем не красиво. Мне кажется, не нравится. Не. Прикольно. Кельт возмущается тем, что немец не дает ему выиграть. Может, ты не будешь уже Хельсинки забирать? На месте, я так понимаю, ты не согласился. Да, играй. Кто, я? Нет, конечно. Ну, во, а смысл тогда тебя не забирать. Ну, чтобы успеть немца забрать. Тебе ж надо столицу немца забрать и столицу перца с Индонезом. Да. Да. А, у нас эмбарго городов-государств. Почему в Монако не могу отправить? А, у нас эмбарго городов-государств. Ясно. Тогда в Персеполь. Давайте посмотрим, что там у немцев. Стасис Чампер. Так, анфига я в Дублин посадил. Бывали какая-то причина сажать в Дублин? В Упсулу, тем не менее, Оксфорд мне не помешает, кстати. А вдруг? 17 ходов, правда? Сейчас попробую Стокгольм отбить. Вряд ли он там будет армию держать. Так. 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 А это чтобы детали строить? Нет, у меня есть стелсы, но у меня минус сейчас идет. Нет, на самом деле, чтобы строить детали. А-а-а. Да-а-а-а. Не-ни-ни-ни-ни. Не-ни-ни-ни. ну а почему нет кельту я уверен не должно хватить юнитов воевать и со мной и с немцем он считает что я уже захвачен то есть я буду сейчас пытаться отбить обратно все это дело а а и и не видно чтоб кельт немца атаковал она ему хельсинки по-любому нужен чтобы атаковать немцы что я на хельсинки наверно не буду претендовать а вот с такой заберу кельт но я здесь еще расскажу что я как минимум двух инженеров вижу немцы это они нагенерировались я думаю что он еще может с религии купить чего помогает одаросты сама пришла он там нет нет ну чтоб ты быстрее ускорился ну и держи к скому около стокгольма нет ничего тех нет а ну что я тебя остановлю сидели у тебя ну молодец перс это не хочешь автократу помешать убить все я могу кому-то помешать пока что странный чем-то до тем кто ты мне мешаешь улетать теперь ты немцу хочешь кого что-то кто-то помешал улетать я все объяснял что нападешь на меня будь немец улетать ну ты же говорил по любому так что мне сидеть так как ты же говоришь вы снимали одинаково в техах вы там одинаковые техи открыли что уже нет одинаково и потому что вы вместе улетаете тогда нет то есть ты не пытаешься улететь ты собираешься всех захватить но тебе должен кто-то помогать захватывать притчеры нет я не пытаюсь захватывать я останавливаю останавливаю убитающих фига себе ты останавливаешь два моих лучших города захватил перс у тебя для меня совсем что ли я не пойду почему ты решил я не пошуток и почему ты решил что я впереди если постоянно по производству немец был впереди ну две техи ну господи две техи ну их же построить еще надо эти детали логично нападать на того у кого производства больше он всю игру был впереди по производству до производства ничего не значит на таком этапе как раз производишь на культура культура вера золото если ты играешь в во фридера у всех одинаковые сейчас будет я думаю что у кельта как раз побольше веру что он как раз ее основал хотя бы а у тебя я уверен что у тебя от суши да я забыл что у тебя своя вера блин у тебя как раз больше веры ты там по-моему брал веру на чудеса да часа глянет это не или ты в какой-то прошлой игре я уже блин на все перепуталась а у тебя пагоды храмы ну пагоды почему пагоды тоже какую-то веру дают но я не знаю может быть но у меня тоже нормальной веры кстати шло из-за гэгэшек это все как раз примерно равное вот я думаю что золото вера и культура у нас у всех примерно равное было к этому моменту а вот производство больше всех было у тебя всегда всю игру и у Продолжение следует... 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 Потому что забрав у него поселенца Я бы его сильно отбросил назад И он бы не смог Я не видел, чтобы я с ним мог воевать В принципе А вот то, что он был бы соперником Кельту Это было видно Отличная позиция была у Перса и у Индонезии Ну там, смотря кто кого вынесет Получилось, что Перс вынес Индонезию Но при этом почему-то это вообще никак Ему не помогло в развитии Он отставал от нас в итоге Технологии на 12 И не был вообще конкурентом В игре никак И вот получилось, все решилось Собственно выбор Кельта Автократа, на кого он первого нападет Он напал на меня Поэтому мне не хватило Возможности Построить все детали и улететь Вовремя А немец Замечательно справился с нападением Кельта, отбился от него В общем сумел Продержаться до того момента Как он не запустит все детали И улетел Хотя там Берлин падал То есть Вообще у Кельта была Понимаете, если бы Кельт Хотя бы у него Забрал Берлин То возможно еще была бы у нас Возможность И у немца И у меня Детали попостроить Потому что Кельту В любом случае Надо было бы Войной побеждать Он бы наверное пошел Дальше Перса захватывать С Индонезии То есть ему как минимум Те две столицы Надо было бы еще брать А там далековато Перебазироваться надо Но Получилось как получилось В любом случае Играйте в умные игры Спасибо, что застрели до конца Я Леша Халец И тот, кто сделал это видео У меня к вам Несколько просьб Во-первых, не забудьте Поставить лайк А во-вторых Поделиться этим видео Раз уж вы застрели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет Распространению моего творчества Для более широких масс На этом все Играйте в умные игры